доброе утро надо посмотреть сколько время но утро сегодня дождливая погодка я дальше чем наш рынок никуда не пойду думаю дай-ка я порукоделю сейчас пока с утра пока никто меня не достает звонками и быстренько порукоделю и думаю надо записать болтушку что я тут буду просто так молча резать смотреть сейчас ничего не хочется по видео я уже насмотрелась у меня уже передоз получается по видео меня поймут рукодельницы которые любят похомячить материалы похомячить какие-нибудь интересные видео очень много видео конечно спасибо ютубу спасибо мастерам людям которые делятся я к мастерам отношу не только тех кто прям супер мастера там какие-то известные прошу прощения с утра волос еще у меня не расчирикался я мастерами называю всех кто любит рукоделие потому как ну где-то мастер профессиональный а где-то любитель а иногда знаете как в споре рождается истина иногда как раз любители могут изобрести что-то новое какой-то вид творчества или подвид этого творчества ну вы меня понимаете потому что когда глаз замылен то будь ты трижды мастер чтобы ты не делала но как-то так бывает не идет и не идет а бывает ты новичок в рукоделии в каком-то виде ли вообще в рукоделии и что-то такое у тебя в голове родиться потому что ты не знаешь правил или ты не признаешь эти правила и такое что-то прекрасное у тебя в голове созреет что все великие мастера будут просто стоять в сторонке поэтому поэтому все кто любит рукоделие имеет руки с того места и фантазии то все мастера так что у меня гляньте на заднем плане делается посмотрите это не бардак это мулине залежи всей жизни моей моей мамы тут две косы и куча еще кулечков еще где-то кулечки с новыми нет не открытыми где-то не могу найти у меня меланжевые индийские мулине 100 летней давности не могу его найти конечно его можно было бы продать выставить в интернет именно такие винтажные покупают делают броши девочки но у меня же хомяк понимаете жаба они вдвоем живут и конечно никто не отдаст это продать и вот у меня как раз родилось я хотела стежку сделать как раз этой мулине я и сделаю хотя у меня и шерсть есть и разная пряжа но видите я свою ошибку поняла я потом может быть не забуду скажу когда буду именно про жилет снимать показывать видео но уже достигаю как есть я уже красные листья простегала вот осталось вот эти все листья нижнюю часть я зеленью простегала думаю за два вечера я управлюсь мне осталось еще обе полочки простегать ну и листья кроме красных все простегать но ошибку я свою поняла можно было бы чуть по-другому но все равно очень не знаю мне нравится очень красивый он будет как бы законченный вид имеется стежкой такой винтажный винтажный дочь сказала похож на стилизацию туркменского какого-то костюма ну я рада очень красиво я люблю стилизацию под какие-то брючки узкие очень будет даже красиво нашла вышивку дочери положила думаю куда бы я примастить она почти закончена конечно руками я ее не буду доделывать но я придумал куда ее использовать мы никогда никакие вот такие кусочки вышивок не выбрасывали он меня люблю на подоконнике ставить всякую всякие грядки а что подоконники не пачкались как раз вот вышивка будет там красиво смотреться обошью ковриком и будет вышивка а сейчас я режу полосочки оканту для окантовки для коврика видите уже коврик подходит концу стал такой плотненький классный хотя вот эта тканюшка она такая синтетическая жидко ползет во все стороны сейчас уже все оформилось оформилась уже прям так хорошо но единственная машинка конечно выпендривается не хочет она брать нитки полу качественные не хочет она брать из нет если просто строчка все нормально но когда начинается декоративная конечно начинается ерунда и не хочет себе подряд ткани которые я даю хотя меня предупреждали когда я покупала машинку что все подряд она хавать не будет машинка качественно давайте только нитки качественные и качественные ткани ну как есть ну коврик очень даже получается классный нас на эту часть я прикрою вот у меня тканюшка это просто отрез ткани я не знаю что это за ткань у меня она я ее использовала застилать когда на ярмарках участвовала накрывать свои изделия надо просто отрез ткани был просто он такой ли он какой-то не знаю что это ну сюда как раз пойдет в общем то даже я так понимаю и смогу я его и постирать несколько раз просто так за раз не выкину такой плотненький стал добротненький и вот я думаю пока буду пока буду нарезать окантовочки и я поболтаю покажу какие у меня тут планы на будущее я сама их правда не знаю эти планы они постоянно меняются я планирую в такой срок закончить а получается получается совсем все дольше но ничего страшного вся жизнь впереди я хочу сказать кружева которые я купила на безрукавку ну вроде бы как покупаешь цена за упаковку написано же конкретно там допустим 10 метров представляете в этом кружеве оказалось не 10 а 8 метров обидно которая с пайет очками яркая красивая там же на пиджачке там да там сколько было указано столько и есть приятно а когда обман неприятно и вот не хочется растевать замер лишний раз трепать тоже было 89 вот я теперь думаю хорошо здесь 8 или 9 как указано а здесь здесь 7 метров мне будет обидно я разочаровываюсь когда я когда я вот так получаю обман я как маленький ребенок разочаровываюсь есть у меня такая особенность никому не нравится быть обманутым поэтому продавцы на маяке на оптовом рынке пожалуйста вы как-то будьте чуть чуть почестнее а то покупатели начнут на вас обижаться и не будут к вам приходить скупляться вы же свой доход имеете от покупателей зачем их обманывать так было написано 10 метров представляете а продажа на метре я говорила 25 или 22 рубля а так получается да цена за которой я купила 180 моток в общем такие получаются получается они заранее знают что там у них обман заложен вот такие вот вот такие разочарования и и и и по хвостушке толка у меня получилось ладно пошла я обшивать свой коврик и буду снимать именно про коврик а а